Так, ребят, в любом случае вы можете зайти в Макдонас Полкило фарша стоит Ребята, это дорого Приветик, ребята! Я в Нью-Йорке, меня зовут Лиза Если вы меня еще вдруг не знаете, я вообще не знаю, как это вообще может случиться, но вдруг Сегодня я снимаю для вас видео на очень интересную тему, я думаю, вам очень понравится Я сегодня вам расскажу, сколько стоит еда в Нью-Йорке Еда, это лично для меня, это одно из самых важных, реально, это будет для каждого Даже не одно, какое одно, это самое важное вообще, что есть, реально, еда Сегодня я вам покажу, сколько стоят продукты в магазинах К примеру, вот если на один день, чтобы дома готовить, сколько это будет стоить И за сколько вы можете поесть где-нибудь Сентрик, в пример Сколько трачено, это я покажу, расскажу, так что если вам интересно, то оставайтесь, погнали Знаете, я сейчас стою вот против такого вида И это вроде ничего необычного, вид, да и вид, правда Но раньше это, конечно, было просто сумасшедшая для меня Красиво, правда? Вот, я иду сейчас по 5-й авеню и иду сейчас в свою любимую кафешку, так сказать Покупать выпечку, вот, покажу, сколько стоит Эта кофейня называется, ну как бы это не кофейня, где ресторан, там, короче, все есть Называется Bread and Butter, то есть типа хлеб с маслом И там можно купить вообще абсолютно все, сейчас вам покажу Такая цена достаточно хорошая, то есть чтобы просто перекусить, там, поесть Очень классное заведение Я уже подхожу Вот так вот она выглядит Bread and Butter 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 Правильно по-американски говорить Butter Короче, в тот день, когда я пришла, выпечки нету и ничего вообще нету Что происходит? Блин, мне не повезло, короче, реально, да тупо все густое, выпечки даже нету В общем, я не знаю, то ли сегодня воскресенье, то ли просто я поздно пришла уже Реально ничего нету, но обычно я здесь покупаю выпечку за 2,75 долларов Вы можете купить или же маффи, или круассан, или такую вкусную булочку, короче, вот, 2,75 Так, ребят, в любом случае вы можете зайти в Макдональдс Вот, что сделала я Сегодня первый раз вообще в Америке зашла в Макдональдс Заплатила 3 доллара за макчикен Сейчас попробую, какой Макдональдс в Америке Потому что говорят, что он здесь вообще никакой Мне даже интересно, если честно Пробуем Вот как это выглядит, очень красивая походочка Я такого еще не видела И, собственно, булгер Вот, вроде такой красивенький, сейчас попробуем Так, нормально, в первый раз мы делаем с Неплохо Очень даже Неплохо Точно так же, как и в Украине Вернее, я скушала, и мне хочется еще, если честно Но я хочу лучше пойти сейчас попробовать еще пиццу Ну, чуть попозже Итальянскую Покажу вам еще, насколько можно пиццу купить И здесь Ну, я вот так бы еще чип-бургер съела, конечно Я все-таки купила себе выпечку Взяла вот такой вот круассанчик Вот такой Ой, это не круассанчик, это мафина За 2,75, так как я и говорила И они тут вроде какие-то такие прям очень сильно популярные Все их покупают, кушают, поэтому попробуют Итак, если, к примеру, вы хотите клубники То оно стоит 5 долларов Вот за такое вот Достаточно так много Окей, 5 долларов Апельсины стоят 2 доллара Полкилограмма К примеру, если взять и сделать себе салат То, вот, допустим, смесь салатов будет стоить 3,79 Примерно везде такие цены Можно купить отдельно Бананы стоят 59 центов за полкилограмма Это, кстати, очень дешево Всего лишь 1 доллар в килограмм Это очень классно смартфон Что касается яблок, то они уже намного дороже Просто, к примеру, за 3,79 Полкило яблок То есть килограмм яблок будет стоить 6 долларов Орехи стоят 7 долларов В принципе, это не очень дорого Так, вот если вы хотите суши, к примеру То можно взять вот такую вот порцию Всего за 10 долларов Ну, как всего Это не всего, конечно Вот такой вот кусочек торта Он будет стоить 4 доллара Вот Вот также еще можно покушать Вот в таких вот барах Это стоит 12 долларов полкилограмма Я в себе брала в прошлый раз За 5 долларов порцию я ела Мы также подошли к йогуртам У меня просто, к примеру, тут можно купить за 1,19 Это, кстати, дешево Это дешевый магазин какой-то мне попался И вот питьевые всякие можно брать 1,89 Достаточно дешево Теперь, к примеру, если на завтрак Овсянка стоит 5,79 Вот такая вот 5,79 Кранола Уже подороже, конечно 10 долларов Молоко Молоко здесь вообще в интересных таких продается В бутылках Вот, к примеру, такое За 3 доллара можно взять литр Но если вы берете больше То вот можно вот такой вот взять тоже за 3 Но здесь уже будет намного больше Так, сколько стоят яйца? Яйца стоят 11 долларов Ни много, ни мало Они туда как-то не по 10 продаются вроде бы По 16 или по 15 8 долларов Здесь за 4 доллара это 10 сук Вот, кстати, кухир А вот мы подошли к мясу Знаете, смотрим, к примеру, филе куриное Ой, то есть не филе, а фарш куриный 8 долларов Окей А если взять бедрышко Тоже 8 долларов Давайте посмотрим, сколько стоят сосиски Тут, кстати, нету таких сосисок, как у нас На эти, типа Например, такие 7 долларов Ну, я не уверена, что они супер вкусные, конечно Полкило фарша стоит 9 долларов 9? Это немало Я опять пришла в Брайан Парк, дабы сесть в Маффит И потом еще вернусь в магазин Покажу вам еще что-то из товаров Покажу еще, сколько стоит хлеб Буханка 7 долларов Ребята, это дорого Булочки Вот такие вот для гамбургеров Подоблем всего Кстати, очень интересно Это масло Смотрите 5,49 Мука Полкило Стоит 8,79 Не знаю, это может какая-то супер крутая Но вот как-то так Покажу, сколько стоит обычная вода 1,69 Вот, наверное, где-то литра 4, я думаю Полтора литра можно взять за доллар Вот, ну, в целом Доллар Два Я себе взяла вот какой-то такой платончик За доллар Сорок Какой-то супер очень полезный Там только 4 ингредиента И вот такой вот йогурт За доллар А цены на сырые Сейчас вам покажу К примеру Сырые, кстати, здесь не очень дорогие Смотрите, сколько это все стоит Кусок сыра 5 долларов в среднем У меня чедра, кстати, за 3 доллара Это очень дешево, реально Итого Вышла с магазина Купила себе Вкусняшек Типа того На 6,33 доллара С шоколадкой Йогурт И батончик Все очень полезное И хорошее Очень качественное Потому что вот этот вот магазин Реально качественные продукты Вот это вот Whole Food Store Так, пожалуй, моя последняя остановка на обед Это пицца сырная Вот так она выглядит И это мне обошлось в 4 доллара Вот так Да, после такого гастротура я иду просто без сил домой Погода классная Солнце светит Ветер дует Так вот, в целом, ребята Я думаю, что вы поняли Сколько все это стоит Я сейчас приду еще домой Точную вам скажу стоимость Подсчитаю, сколько я потратила Но в целом вот как-то вот так вот Да, я не считаю, что это слишком много Но я, конечно, просто мало ем Ребят, я уже дома У меня вид такой себе не очень, конечно, свежий Я просто пришла Легла спать Потому что я что-то устала Капец Сегодня у нас воскресенье Последний день Недели У меня эта неделя была такая себе напряженная Так сказать Потому что я была в школе Плюс эти три выходных Я не сидела дома Я постоянно была в центре Где-то гуляла Я решила просто пойти домой и поспать Так вот, насчет моих трат Сколько я всего потратила сегодня И сколько вам нужно, к примеру, на день В Нью-Йорке, чтобы кушать Такие, назовем их, экстра траты То есть, типа, это не продукты Это просто там пойти Купить пиццу Там какой-то бургер Макдональдс Там какой-то маффин Какие-то сладости Шоколадочку вот я купила себе Купила вот такой вот батончик Вот такую вот шоколадку Кушать я буду неделю Это точно Может и больше 200 грамм целых И вот такой вот йогурт Так, типа, чисто, знаете Такие вкусняшки какие-то На это все Сегодня у меня ушло Я вот посчитала на калькуляторе 16-75 долларов Плюс, вот где-то здесь или здесь Вы сейчас увидите Сколько в целом Будет стоить корзина еды Скажем так На день для одного человека То есть, чтобы вам еще прийти Потом поужинать Вы можете, в принципе, пообедать этим всем Что мы там с вами купили И вот, в принципе, такая вот сумма Суммарная Я думаю, я вот здесь где-то напишу Получается Для того, чтобы просто существовать В Нью-Йорке Кушать более-менее нормально Даже вот что-то типа такое Поэтому вот Как-то вот так вот Да, для Украины Для России, скорее всего Это много Это дорого Получается Потому что, ну, просто Да, шоколадку там взять К примеру, за 4 доллара Не много, не мало Там 150 гривен Ну, как бы это Дороговато Но я считаю, что Если в Америке здесь работать Зарабатывать деньги То очень даже ничего Так что вот Такая вот ситуация В Америке с ценами Не знаю Повысилось что-то или нет Я думаю, что Сильно нет Но говорят, что там На 8% вроде бы Повысилось за год И это много Но я бы не сказала, что Это прям ощущается Очень сильно Спасибо всем, что были Сегодня со мной на этом Таком сказать Знаете Как это правильно сказать? На этом влоге Где я постоянно ела Я надеюсь, что Вы там тоже поели Что-то взяли себе Потому что я думаю, что После такого влога Столько всякой еды Я разной показывала Ну, нереально Не есть И не захотеть есть Меня зовут Лиза Оставайтесь на моем канале Подписывайтесь Если вам нравится контент Мой Я буду снимать Очень много Об Америке Я тут Как минимум на 3 месяца А потом посмотрим Так что Контент будет Видео выходит Через день Так что Подписывайтесь Чтобы не пропускать Ставьте колокольчик Мы с вами еще обязательно Увидимся До встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok